Добрый вечер, уважаемая госпожа генеральный директор, уважаемые члены комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, дамы и господа. Искренне рад приветствовать вас на нашей встрече, которая посвящена 60-летнему юбилею присоединения Российской Федерации и крупнейшей международной гуманитарной организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Это произошло ровно 60 лет назад. После Советского Союза в ЮНЕСКО вступил целый ряд других, до того колебавшихся государств, и организация сегодня приобрела действительно представительный характер, что расширило ее возможности вносить весомый вклад в решение вопросов развития образовательного, научного, культурного и информационного сотрудничества. Сегодня мир вступил в переходный период, суть которого заключается в формировании новой полицентричной системы международных отношений. И мы все видим, что процесс этот идет не просто сопровождается усилением турбулентности, ростом глобальной конкуренции, в том числе конкуренции в сфере ценностных ориентиров и путей, и моделей развития. В этих непростых условиях объективно повышается востребованность широкого гуманитарного и культурного сотрудничества в продвижении позитивной объединительной повестки дня, сбалансированной повестки дня международных отношений, в интересах укрепления доверия и взаимопонимания между народами, в утверждении неприходящих духовно-нравственных принципов. И в этой связи трудно переоценить роль ЮНЕСКО как интеллектуального лидера в системе ООН, общепризнанного авторитетного форума по защите традиционных ценностей культурного достояния и окружающей среды, углублений взаимоуважительного диалога между цивилизациями и культурами. Для нас сегодняшний юбилей – очередная возможность подтвердить приверженность благородным целям и принципам ЮНЕСКО, которые снискали ей авторитет и уважение на международной арене. Наша страна – один из наиболее активных членов организации, участвует в целом ряде реализуемых по юлине проектов и уверен, нам есть что предложить партнерам. Россия с многовековыми традициями, мирного сосуществования различных народов, культурой, конфессий, готова щедро делиться своим богатым опытом в целях эффективного решения, стоящих перед ЮНЕСКО и ее членами задач, способствовать сохранению мирового культурного наследия. Сегодня уже трудно представить себе развитие образования, науки и культуры, коммуникации в России без участия ЮНЕСКО. И точно так же невозможно представить без России реализацию большинства проектов организации, в том числе таких крупных, как образование для всех, информация для всех, человек и биосфера, других программ, нацеленных на развитие фундаментальных наук, охрану всемирного наследия, поощрение культурного разнообразия, сохранение национальной самобытности в эпоху глобализации, разработку этики научно-технического прогресса. В целях укрепления наших отношений с ЮНЕСКО хотелось бы видеть среди сотрудников секретариата больше россиян, и хотелось бы также более широко видеть использование русского языка в деятельности ЮНЕСКО и в ходе проводимых ей мероприятий. Хотелось бы сегодня также сообщить, что в прошлом месяце правительство Российской Федерации приняло решение возобновить членство нашей страны в одном из важнейших консультативных органов ЮНЕСКО – Международном исследовательском центре по сохранению и реставрации культурных ценностей. Наращиванию сотрудничества призвано способствовать предстоящие создания межведомственного комитета, который будет заниматься координацией работы по выполнению конвенции ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и природного наследия, этот комитет будет создаваться на базе Российского научно-исследовательского института имени Медсергиевича Лихачева. Разумеется, повестка дня нашего взаимодействия не ограничивается только перечисленными мной задачами и темами. Убежден, что совместными усилиями нам удастся найти такие решения, которые будут способствовать дальнейшему поступательному развитию отношений России с ЮНЕСКО. Еще раз хотел бы поздравить вас с юбилеем и для меня большая честь пригласить выступить генерального директора ЮНЕСКО госпожу Ирину Бокову.